здравствуйте дорогие друзья меня зовут ксения дудникова я сегодня запланирована прямая трансляция со мной вот и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы я очень извиняюсь перед вами потому что немножко у нас задержалась трансляция вот и я буду рада ответить на любые ваши вопросы постараюсь максимально развернуто добрый вечер здравствуйте спрашивайте я очень спасибо большое да у меня сегодня день рождения мария бараков это же баракова баракова мне тоже очень приятно и так дорогие друзья чтобы вы хотели узнать обо мне о моей творческой жизни спасибо большое спасибо так уж вышло что у меня сегодня день рождения и все в один день запланировано спасибо большое всем спасибо итак дорогие мои вот замечательно лилия григорьевна появилась это прекрасно сейчас я нахожусь большом театре и мы почти завершили постановку оперы римского корсакова садко очень непростой материал и очень интересная будет у нас остановка я всем настоятельно рекомендую посмотреть трансляцию которая будет если не ошибаюсь 18 февраля вот на канале медсен это совершенно потрясающая постановка дмитрия чернякова так хорошо каком возрасте я пришла в театр в театре я пришла в 19 лет в качестве артистки хора это был театр станиславской мировича данченко и вот в общем до сего момента я в нем и нахожусь только уже в другом качестве у меня мальца сопрано спасибо ой это очень здорово я очень всех жду спасибо большое что идете на самом деле уверяю вас что совершенно не разочарует вас восстановка потому что дмитрий феликсович он конечно просто чудо настоящее да лилия григорьевна агилец была моим первым педагогом в краснодаре музыкально-педагогическом колледже вот и я очень благодарна на меня на путь направила как-то верный такой в общем чтобы я не опускала руки и всегда шла к своей цели спасибо я очень хотела бы да свой аккаунт в инстаграме развивать но к сожалению я настолько стеснительно что каждый раз когда я нахожусь где-нибудь и есть очень много фотографий замечательных но я их почему-то не выкладываю потому что с одной стороны бывает лень с другой стороны кажется что это наверное как-то похоже на бахвальство больше вот поэтому я прям ужасно не медийный в этом смысле человек так интересно так посоветуйте что делать когда сомнения все бросить что делать когда хочется все бросить нужно просто влюбиться снова в музыку постараться это сделать это наверное самый такой действенный совет музыка это главное да я люблю играть на фортепиано я музыкальную школу закончила как пианистка поэтому время от времени у меня бывают такие моменты хочется по музицировать так ой спасибо большое ей огромный привет или ли григорьевне она чудесно как мне это удалось мне удалось из хоров солисты уйти сначала из хора а потом поступить в театр через сложное прослушивание через ряд прослушиваний на третьем курсе консерватории я подготовилась как следует и конечно это тоже было непросто потому что это было очень такой сложный момент как общаться с коллегами с которыми ты столько лет бок о бок работал в хоре и как общаться с коллегами которые стали тебе новой семьей ну вот через какое-то время удалось завоевать так сказать уважение коллег по цеху солистов вот и я очень благодарна дорогим моим ребятам из хора которые конечно все это время меня поддерживают вот и у нас замечательное отношение со всеми потому что ну годы проведенные вместе это очень важные годы вот поэтому все здорово так так угу конечно с педагогом заниматься нужно обязательно потому что во первых ты не можешь себя в полной мере оценить со стороны и конечно нужно такое ухо которым это доверяешь и вот совершенствоваться нужно бесконечно так а с коучами это вообще отдельная история что касается опер на иностранных языках это просто постоянная работа бесконечная даже над одной и той же оперой что касается вот французского языка например это вот что касается кармен непосредственно у меня было четыре коуча потому что в каждом театре свои представления о французском произношении поэтому вот четыре коуча создали из меня например ту кармен которую вот вы можете наблюдать время от времени сейчас да какая самая сложная партия для мэтса вы знаете до недавнего времени я думала что самая сложная партия для мэтса это эболи в дон карлосе вот но просто мне казалось что она предельно высокая и совершенно непонятно как ее петь потому что нужно иметь два голоса нужно иметь технику и вот это очень трудно совместить в одном голосе вот теперь как-то спев ее я поняла что не так страшен черт как говорится вот но в любом случае ну что касается самых сложных ну наверное 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 вагнер наверное что-то из вагнера скорее всего потому что нужно постоянно большой звук иметь и это очень сложно да извините если я выражаюсь как-то не очень точно вот я немножечко в первый раз у меня такая трансляция поэтому я немножечко смущаюсь так что не обессудьте я постараюсь немножечко разойтись вот и буду уже отвечать как-то более содержательно почему вы не поете маринки с учетом того что у них уже сотни сцен ну не звали я как бы сама-то не напрашиваюсь никогда не звали позовут я с удовольствием пойду что-нибудь спою это это Ксения Дудникова это мецо-сопрано солистка театра Станиславского и также приглашенная солистка Большого театра так где будете в конце февраля ну я буду еще в Москве у нас запланирована Медея с Хиблой Герзмовой если я не ошибаюсь 28 февраля вот так что будут еще выступления в театре Станиславского как я восстанавливаюсь восстанавливаюсь по-разному смотря какая партия смотря какая постановка когда очень много физического действия на сцене конечно это гораздо сложнее у меня тогда уходит даже до пары дней чтобы отлежаться чтобы все мышцы пришли в порядок и голос в том числе вот ну нужно просто спать надо много-много спать так что касается агентов у меня есть агент его зовут Алан Грин это один из самых известных агентов в мире мне совершенно чудесным образом посчастливилось с ним познакомиться благодаря все тому же театру Станиславского где у нас была премьера Хованщины где я пела партию Марфы вот и мой педагог Дмитрий Юрьевич Удовин пришел вместе с Алланом на этот спектакль и на следующий день он мне уже позвонил и сказал что дорогая не могла бы ты ко мне прийти сегодня вот и я пришла и спела буквально пару вещей и Аллан сказал что я бы хотела вас взять к себе вот что касается других агентств это очень сложный такой вопрос потому что ну конечно агенты приезжают время от времени на разные спектакли я ведь пою в разных городах и странах вот и они сами слышат как бы качество исполнительское и актерское мастерство они все это оценивают видят и иногда подходят что-то говорят ну я к сожалению не конкурсный человек поэтому мне вот с другой стороны дается знакомство с агентами какие-то новые контракты да так меняются ли тенденции предпочтение вокальной техники ну конечно вокальная техника колоссально изменилась тому наверное предшествовало появление таких певцов как Мария Калос обладающих невероятным драматическим талантом или вот всей плеяды золотой итальянских певцов да включая Фиоренс Кассотте и там того же Поворотти и совершенно конечно изменились вкусы потому что сейчас это касается и вокала это касается и актерской игры потому что раньше может быть это не так важно было важно было очень точно и как-то в стиле исполнить все ноты сейчас задачи значительно усложнились и совместить вот сейчас идет как раз симбиоз мне кажется вот потому почему я могу судить сейчас идет симбиоз актерского мастерства с вокальным мастерством конечно не каждый может с этим справиться надо очень стараться чтобы максимально грамотно красиво спеть свою партию но при этом еще нужно выполнять иногда очень сложные действия вот как со мной например бывает что нужно драться и при этом петь верхние ноты дам это конечно не просто да да вкусы изменились так да когда я болею и все равно нужно выходить и смотреть вернее петь спектакль конечно тут помогают всякие ингаляции и заливки вот я стараюсь не злоупотреблять гормональными препаратами но иногда действительно бывает такое что ты не вполне здоров и а у тебя нет замены и тут выбор стоит либо ты отменяешь спектакль либо как то вот надо справляться с этим тогда вот иногда даже получается честно говоря лучше чем в здоровом состоянии потому что ты контролируешь каждую ноточку ты очень как компьютер твоя голова превращается в какой-то супер мощный компьютер и ты каждое свое действие рассчитываешь и все вот стараешься так делать вот секрет только один да надо стараться не болеть надо спать надо если чувствуете что заболеваете нужно немедленно предпринимать какие-нибудь меры вот там в частности какие-нибудь иммуностимуляторы принимать вот да так что еще да я с большим удовольствием поехала бы в Екатеринбург еще но к сожалению как то так складываются наши взаимоотношения я ведь участвовала у них только в кармен а у них там в общем и своих кармен достаточно поэтому жаль я очень скучаю по Екатеринбургу привет Екатеринбург балет я очень люблю балет я очень часто хожу на наши спектакли в театр Станиславского также вот начала ходить в большой театр тоже это колоссальный труд и это очень красиво на мой взгляд это совершенно другое искусство и это очень интересно своя другая совершенно другая выразительность даже честно говоря иногда какие-то приемы разговора тела можно применить и в какую-нибудь роль да поэтому балет это прекрасно и я хожу слушать наслаждаюсь смотрю вот и беру для себя что-то очень интересное и важное так как я отношусь к пению Вина Архиповой вы знаете я очень люблю Ирину Константиновну у меня к сожалению так сложились обстоятельства что я была беременна в тот момент когда был последний конкурс глинки в жюри которого она сидела я помню что вот она в общем так примерно знала кто учится в консерватории кто участвует кто у кого учится вот и она у меня даже спросила говорит а почему ты не участвуешь я ей так показала на свое состояние такое интересное положение и она говорит ну разве это помеха ну в общем как-то так и вот к сожалению через месяц она скончалась мне не удалось пообщаться и как-то я ее считаю совершенно потрясающей певицей я очень многие вещи учила по ней потому что это феноменальная фразировка это феноменальное дыхание это всегда грамотная абсолютно от первой до последней ноты пение так что очень люблю ее так давно ли я занимаюсь с Дмитрием Ходовиным я с ним занимаюсь ну примерно где-то около четырех лет да к сожалению это происходит не так часто как мне хотелось бы вот дело в том что я часто бываю в разъездах и он часто бывает в разъездах и иногда я просто стихийно забегаю к нему и говорю так мне нужно срочно пожалуйста помогите мне пожалуйста я вот здесь вот не понимаю как мне делать и он уделяет мне какое-то время вот конечно в идеальном варианте можно было бы заниматься наверное нужно заниматься наверное ну там хотя бы один раз в неделю с педагогом ну вот я говорю про себя например вот потому что это очень хорошо ставит все на свои места но я стараюсь записывать наш с ним уроки и когда вдруг у меня какие-то проблемы и мы не можем с ним встретиться я эти записи включаю и сама потихонечку по его рекомендациям следую вот и у меня голос приходит в то состояние которое меня начинает удовлетворять да так смотрим нет на стажировке в Италии я не была при огромной нагрузке ну надо во-первых избегать огромной нагрузки чтобы голосовые связки не уставали неизбежно это происходит когда ты начинающий артист и когда у тебя какая-то серьезная первая партия и обязательно конечно нужно очень следить за этой нагрузкой потому что пока ты юн пока ты так и тебе очень хочется показаться как можно лучше и ты все занимаешься занимаешься помимо репетиции ты еще стараешься что-то в классе бесконечно пропивать но вот надо очень аккуратненько дозировать эту нагрузку даже если вы молодой юный певец чтобы избегать вот таких вот перепетостей напетостей и всего тому подобное витамины это наши бесконечные сопроводники они всегда должны быть с нами витамин В, витамин С обязательно витамин Д вот и я конечно же тоже употребляю время от времени конечно курсами какие-то витаминные комплексы и в общем это дает хорошие свои результаты да так глоточном пении и старой школе более светлого пения ну я не очень понимаю что вы имеете в виду глоточное пение вот старая школа светлого пения в общем вы знаете я думаю что это очень такие какие-то абстрактные понятия во-первых существует же сама природа голоса непосредственно то есть нужно исходить из того каков голос ваш если у вас светлый голос разумеется будете петь светло если у вас темный голос вы ничего с этим не сможете сделать вы будете всегда петь темным звуком каким-то поэтому глоточное пение я не очень понимаю объясните пожалуйста мне я такое в первый раз слышу так так надо платить неустойку за что за срыв спектакля не всегда я вам скажу если срыв спектакля происходит по причине здоровья то это предусматривается в контракте что это форс-мажор вот и никаких неустойков вернее платить не нужно я вот смотрю что у меня может быть не очень хорошо так видно стараюсь так держать так хорошо спасибо вам огромное спасибо за такие приятные слова Дарья Терещенко очень приятно мне я вам благодарна так сколько времени солист в среднем поэта ежедневно в театре все зависит от того начинающий вы солист или вы уже более менее опытный певец вот потому что начинающие солисты так просадков я не могу заниматься спойлерством извините меня ради бога потому что у нас тут такие жесткие условия мы конечно не подписывали никаких контрактов по поводу умолчания содержания одно могу сказать точно неравнодушным совершенно никто не останется потому что это настолько это настолько прекрасно я говорю это не потому что хочу привлечь внимание публики к этой постановке или к своему участию в этом спектакле это абсолютно мое искреннее такое чувство я наслаждаюсь в течение вот этих вот полутора месяцев которые мы ставим этот спектакль и это будет прекрасно это будет очень ярко неожиданно и прекрасно так нет рыбий жир я не пью так образование Иван Кузнецов что лучше спеть если у вас бас-баритон у меня нет никакого образования так ну что же что же я могу сказать что я может быть не так хорошо прям разбираюсь в репертуаре басов-баритонов ну может быть все зависит от того сколько вам лет вот вот когда упадет театр интересный вопрос что значит когда упадет театр театр никогда не упадет потому что все еще остаются люди которые его любят вот Максим этого зря двадцать восемь ну что ж это нужно покопаться я не занимаюсь преподаванием поэтому у меня как-то сложно я сейчас скопаюсь в памяти и пытаюсь вспомнить что же пели мои коллеги на вступительных хотя бы там экзаменах что-то интересное вот бас-баритон а что насколько у вас высокий голос или вы все-таки предполагаете что он у вас с тенденцией к развитию вниз спасибо вам огромное Анатолий очень просто нужно позвонить в реже управления к Виктору Федоровичу Моисейкину и записаться на прослушивание у нас они идут регулярно совершенно открытые вот и вам назначат какую-нибудь дату так так вот Иван Кузнецов продолжаем с вами разговор как вы думаете у вас все-таки баритон или бас? а вообще я бы вам посоветовала начинать если у вас нет музыкального образования никакого начинайте с Моцарта да да Анатолий на сайте нашего театра есть все номера телефонов пожалуйста они в открытом доступе можете звонить смело в реже управления жду еще вопросов итак что бы вы хотели еще обо мне узнать? может быть я какие-то вопросы пропустила извините меня пожалуйста потому что очень быстро как-то все понеслось так ага Мария вот задавала мне очень интересный вопрос по поводу того что хотела бы я чтобы мои дети пошли по моим стопам честно скажу нет вот кто угодно только не певец ну конечно если будет физическая потребность необходимость у ребенка заниматься вокалом и петь то разумеется я не буду против но вот если насильно я не собираюсь толкать своего ребенка в это потому что это очень непростой путь и что касается тех людей которые работают и у них более или менее идет карьера это я вам скажу это совершенно не совершенно непростая история потому что тут очень многое зависит во первых конечно от случая во вторых вот важно до этого случая не потерять ту самую любовь к искусству потому что профессия в начале требует очень-очень многих вложений вот и если ты не в состоянии эмоционально и физически в это вкладываться то к сожалению возможно что и ничего не получится да итак что у нас еще есть все объясняют по-разному какие ваши ощущения опора что есть опора вы знаете я поскольку отношусь к той категории певцов которые имеют ну так сказать природную постановку голоса да это совершенно я ничем не хвастаюсь ну как есть так есть вот у меня она была какая-то видимо своя естественная ну разумеется что такая немножечко история когда ты обретаешь опыт чем больше опыта тем больше ты начинаешь чувствовать свои органы которые задействованы в момент пения разумеется ты начинаешь гораздо лучше владеть и дыханием и опорой и вот своими голосовыми связками и ты можешь уже делать какие-то нюансы вот что касается опоры опора для меня это ну некий воздушный столб который находится внутри меня и позволяет мне допустим петь во-первых ровно вот во-вторых ну ровно я имею в виду без лишних там вибрато или качки там или еще чего-нибудь в этом роде во-вторых это дает очень хорошую проекцию звука в зал вот когда поешь на опоре во-вторых это то что в общем наверное позволяет петь на ну длинные фразы на одном дыхании вот поэтому опора это вот неотъемлемая часть грубо говоря если нет опоры то вы не звучите как как бы это выразится не звучите оформлено вот так очень много интересных вопросов итак 29 февраля замечательно спасибо большое Ольга рада буду вас видеть так господи боже мой так какие переходные ноты у мецисопрано опять же есть разные мецисопрано градаций гораздо больше чем кажется на самом деле бывает колоратурный мецисопрано который не имеет ничего общего с драматическим сопрано или с центральным сопрано чтобы вы понимали вот бывает просто высокая мецисопрано бывает центральная мецисопрано к коим я отношусь и бывает контральто у меня лично переходные ноты это фа фа диез первой октавы и фа диез соль второй октавы вот вот такие вот у меня и смею предположить что скорее всего это для моего типа голоса самые распространенные переходные ноты так как мне написать не знаю пишите в директ так смотрим а валерий у меня были все партии в свое время да валерий отвечаю на ваш вопрос Валерий Макаров. Любимая партия. Я всегда всем говорю, что моя самая любимая партия это Любаша из Царской Невесты. Это первый номер. Второй номер это Далила. Вот. Которую я, к сожалению, еще не пела. Но я все-таки мечтаю, что через какое-то время я ее спою. Занимаемся поисками с моим агентом. Так. Что у нас еще? Как я планирую? Я не планирую свои спектакли на сезон. Они выстраиваются по принципу, что важнее. К сожалению, это так. Я сейчас не имею такой возможности разбрасываться контрактами. Возможно, наступит когда-то такой момент, когда я скажу, что извините, я вот здесь не хочу, здесь я немножечко устала, как делают некоторые наши оперные звезды. вот, в данной ситуации со мной пока что невозможно это. Поэтому поступают предложения. Я сверяюсь с тем, есть ли у меня свободные даты и уже как-то таким вот образом устраиваются. дебютная в театре Станиславского моя роль была в качестве Элен Безуховой в постановке Александра Борисовича Тителя «Война и мир». Это был такой очень серьезный челлендж для меня, потому что там еще не просто роль поставлена. И это первый выход в качестве солистки театра. И это была очень такая интересная история. Это было здорово. Да. Итак, что у нас еще есть? Новый комментарий. Интересно. Извините, пожалуйста, что у меня немножечко так находит... экран, потому что я должна заряжать еще немножко больше. Так, как... Есть такое ощущение, что когда сопрано поет и ты думаешь о том, что это не сопрано, это же мецца. Просто ей когда-то не сказали, что она мецца сопрано. Человек мучается всю жизнь. Тембр голоса, он открывает сразу все. Как только вы слышите на сцене голос, вы можете его идентифицировать. Ну, бывают, конечно, такие варианты, которые очень сложно с первого взгляда оценить и понять, что за голос. но чаще всего отличие заключается именно в тембре голоса. Так, с чего начались международные контракты? Контракты начались с того, что у меня появился агент, и он меня пригласил для прослушиваний в несколько городов Европы. вот, и у меня был целый тур. Я поехала в Париж, в Брюссель, в Женеву, в Милан, еще куда-то, я уже не вспомню, потому что это было четыре года назад. Вот, конечно, на это пришлось потратить немало денег. но как-то справились. Вот, и, в общем, эти все прослушивания, надо сказать, что сработали. Я очень довольна. Вот, и первым моим контрактом, предвосхищая следующий вопрос, первым моим контрактом был контракт в английском, в лондонском великолепном театре Royal Opera House, который у нас известен как Covent Garden. Вот, и я пела там вот, и это было тоже очень сложно и очень волнительно, потому что я пела вместе с Анжелой Гергил, и она была просто феноменальной. Вот, не верьте разговорам о том, что Анжела как-то себя плохо ведет и общается странно. Она совершенно потрясающая человек, она очень интересная, очень забавная и очень поддерживала меня, я ей благодарна за это. Вот, дебют состоялся, если не ошибаюсь, в 2017 году. так, смотрим дальше. Как найти свои переходные ноты? Это самые неудобные ноты. Вот, если вы начнете петь гамму в качестве упражнения, вы сразу почувствуете это даже на физическом уровне, где ваш голос ломается. Вот там, в том месте, где ломается ваш голос, это и есть ваши переходные ноты. Так, смотрим дальше. Так, первый спектакль в театре. Вот, я уже рассказала Валерии, это была «Война и мир» Александра Борисовича Цителя. Да. В соцсетях меня найти очень просто, я под своим именем там нахожусь. Пожалуйста, найдите. Так, старая итальянская школа подразумевает естественное пение, новомодная тенденция, отяжелять и делать звукобъемнее, чем естественная природа. Я вам скажу, Александра, что это не что все зависит от вашего голоса. Если вас педагог заставляет петь темнее, чем ваш голос, это неверный путь. Нужно находить либо другого педагога, извините, либо нужно как-то договаривать. Педагога, наконец-то распознал, какой характер голоса у вас. Вот. Нет такой тенденции. На мой взгляд, единственная правильная школа, она у всех своя. Нужно исходить только из своего голоса. Так, смотрим дальше. ой, войне и мире я очень помню, это было прекрасно. Спасибо большое. Это глупости. Певцу специалисту в оперном театре нужен высокий рост. Нет, это не так. Есть разные роли, вот, и в зависимости от вашего голоса, и от вашего типажа, от ваших каких-то артистических особенностей, от вашей органики можно найти абсолютно любую роль. Совершенно неважно какого вы роста. Голосом я, ну вот, поскольку партия Любавы для меня тоже, так сказать, дебютная, вот, и я еще не все получается, к сожалению, вот, как мне не стыдно признаваться в прямом эфире за 4 дня до премьеры, извините, пожалуйста, но я вот честный человек, я всегда правду говорю. Вот, есть моменты, с которыми трудно справляться, и работаю, как, вот, прихожу на репетицию, за час до репетиции, и начинаю разными способами пробовать тот или иной момент, который, как мне хочется, как-то натаскивать, что называется, да. над голосом, да, сложная эта работа, Екатерина. Нужно искать нюансы, причем для каждой оперы они свои, для каждой партии свои, приходится перестраивать свой голос иногда, да. Подскажите, как научиться петь свободнее? Лирическая сопрано, Татьяна, диафрагма и низ живота. свободнее это просто вы должны почувствовать свои плечи, свой живот, свое дыхание, почувствовать, как воздух проходит во все, так сказать, полости, вот, и постараться петь максимально, с минимальными, вот я выявила когда-то, извините, что я так витиевато перепрыгиваю с одного на другое, но это очень интересный такой момент, что я когда-то открыла для себя эту фишку, вот, наверное, слышали, да, когда-то о том, что нужно петь не голосом, а процентами, вот такая вот фишка, она приходит, конечно, не сразу, это приходит спустя какое-то время с опытом, но для меня, в моем понимании, что за петь процентами, нужно найти такую форму звука, звукоизвлечения, да, своего, и звукообразования, с минимальными затратами, чтобы был максимальный результат, вот максимально легко, чтобы вам было петь, но при этом на выходе это получалось действительно что-то очень, там, да, ну, то есть, действительно профессионально красивое пение, вот это вот, наверное, про свободу, да, тоже, потому что, если вы контролируете каждый свой звук, это, в этом нет свободы, нужно контролировать дыхание, а не звук, звук сам найдет себе место, если у вас хороший слух, вот, звук сам найдет место. Посмеялись бы надо мной, потому что у меня, я езжу всегда с двумя чемоданами, в одном чемодане полный чемодан лекарств, потому что, как вы знаете, в Европе очень трудно достать какие-либо лекарства, и, ну, там, всегда нужен рецепт от врача, даже на элементарные какие-то брызгалки для горла, поэтому я все действующие лекарства, которые мне могут пригодиться, я всегда беру в двойном экземпляре, потому что у меня, как правило, бывают довольно длительные контракты, и приходится два, а то и три месяца находиться где-то, домой я не возвращаюсь, потому что это иногда связано с проблемами перехода через границу, вот, как бы не хочется рисковать, вот, ну, и к тому же это с финансовой точки зрения не очень так экономно получается, поэтому я чаще всего нахожусь все это время на контракте, и все эти лекарства мне, как правило, не пригождаются, я их непременно беру с собой, да, ну, и обязательно, конечно, ингалятор, небулайзер, который, и физраствор, потому что физраствор очень трудно объяснить, например, во французской аптеке, вот, и поэтому все вот такие вот какие-то элементарные вещи беру с собой всегда, да, это главное, ингалятор, небулайзер. Агент, я рассказала чуть раньше об этом, агент меня услышал на премьере оперы Хованщина в театре Станиславского Немиро Чеданченко, вот, и уже на следующий день попросил меня спеть пару других вещей, потому что если вы знаете, такая очень сложная опера, тяжелая, и требует очень плотного контрольного такого звука, и поэтому он меня попросил спеть Кармен, там еще что-то, не помню, фаворит, куда не цвете, еще что-то, вот, я ему это спел, и он предложил сразу мне найти его агентство, да, фамилия моя Дудникова, Иван Кузнецов, вот, вы знаете, Сергей Зайцев, я по поводу постановки голоса, очень опасная тема для меня, потому что на протяжении вот уже, да, в моей карьере ко мне довольно часто подходят люди, и конечно, нужен какой-то такой человек, педагог, который, ну, хотя бы имеет какие-то рекомендации, или у которого есть какие-то ученики, уже более-менее хорошо поющие, потому что поставить самостоятельно голос это не трудно, вот, и, конечно, нужен человек, человек, которому вы выдали реально свой голос, потому что, опять же, хочу предупредить, что нельзя прям вот верить каждому слову педагога, потому что нужно опираться исключительно на свои ощущения, если вы чувствуете дискомфорт, ну, правда, дискомфорт бывает также и в начале обучения вокалу, потому что голосовец и сзаски не привыкли еще работать в таком режиме, и надо пережить в какой-то момент, но если дискомфорт вас не покидает, то это первый звоночек, то вы делаете что-то не так, поэтому, да, остановка голоса это очень сложная история, да, да, так, певцы не бывают полные сольники, а в перемешку суверенни, правильно ли это на ваш взгляд? Наталья Сенина, я вам хочу ответить следующим образом, конечно, это, на мой взгляд, хатура, вот, может быть, я как-то жестко очень выражаю поведение и спеть в концерте, потому что это, это твоя работа, в конце концов, да, плохо я отношусь, да, ну, увертюры, конечно, они помогают, нужно отдохнуть иногда артисту, действительно перевести дом, хувертюры спасают, но когда весь концерт состоит из одних хувертюр, и там две-три паре, это, конечно, не то, так, да, это было прекрасно, Дарья Фролова, начать с Ройла Прохаус, это было, конечно, совершенно потрясающий опыт, начало недавно, на этот вопрос по поводу роста, что совершенно не имеет никакого значения какого вы роста, какого цвета у вас волосы, какой у вас вес, ваш типаж может пригодиться в театре, все главное просто верить в свои силы, хотеть работать, это непростая профессия, но, на мой взгляд, вот такие вот какие-то вещи физические, как неровные зубы, там, или волосы, или вес, это не очень, в конце концов, опять же говорю, это все легко исправимо, если вы сами не удовлетворены чем-то, моих прослушиваний был успех, не знаю, трудно сказать, может быть, они наконец-то спустя много лет услышали молодой русский не знаю, да, потому что, ну, это приятно, это приятно, да, тебя, конечно, хватит, но я не могу сказать, по какой причине успех, я могу сказать только одно, что я здесь не поможет, вот, дорогие друзья, спасибо большое, так, Екатерина, Мэтсов, 35 лет дебютировать, почему нет, почему нет, есть много факторов, во-первых, если вы, во-первых, очень хотите этого, если вы, если у вас есть возможность такая, потому что, знаете, наша профессия непростая совершенно, потому что приходится очень много терять в жизни, да, в профессии, в театр или филармонии, ну, в филармонии, я думаю, 100% можно в возрасте 35 лет идти прослушиваться, в театр, опять же, все зависит от тех, кто вас будет прослушивать, понравитесь вы режиссер или не понравитесь, понравитесь вы дирижеру или нет, тут сложно говорить о перспективах, слишком много переменных, вот, вот, так, извините, да, я верчу планшет, да, есть такое дело со мной, потому что я хочу как-то и себя видеть лучше и удобнее читать комментарии, так, курение влияет на голос, говорю вам, как человек, который над временем не работает, нет, не только физраствор и в ингалятор, я добавляю в ингалятор также разные, например, лазован, вот, я очень спрашиваю, говорить, извини, потому что у меня сегодня тяжелый день, у нас сегодня был такой серьезный успех, это будет, вот, потом видео, которое будет в начале объяснять, что же действительно здесь делают эти люди и почему такая сказка, и почему в данных условиях это все происходит. Так что я вам немножечко приоткрыла завершенные тайны. Вы можете уже хоть какую-то информацию по поводу сообщения, Феликсович их, так сказать, чтобы где-то видны были декорации слишком явно, не хотел, чтобы хоть ссылки не было, чтобы спектакль оставался загадочным, да, задавать вопросы, с удовольствием отвечу. что вас еще интересует? Чтобы вам еще рассказать вопросов? Немножечко профессии не было, да, особенно молодым артистам, которые стремятся сейчас как-то поступить в какие-то театры и начать свою карьеру. Это очень простая профессия, у нас профессия очень жертвенную, потому что конечно артисты есть разные, кто-то может не в полную силу отдаваться, кто-то на 5% работает, кто-то на 105% работает. Вот, я предполагаю, что я буду петь 15-го, вот, она будет со мной на спектакле. Да, кстати, хотела сказать о том, что у нас сцен с возрастной стоит на спектакле 16+. Для нас, для всех загадка, откуда эти 16+, делись, потому что у нас нет никаких откровенных сцен. Так что смело, смело ведите своих детей на этот прекрасный спектакль. Извините, пожалуйста, ну, что я могу сделать? Это не организаторов зависит. Это зависит от меня и моего интернета. Вот, к сожалению, было прекрасно все, а сейчас почему-то немножечко. Спасибо большое. Я не знаю. Надежда всегда есть. Возможно, я когда-нибудь меня позовут в Санкт-Петербург. Ой, ну, что же мне сделать? Не знаю. не знаю, что мне сделать с тем, чтобы у меня не вис интернет. Прям катастрофично. Вроде очень стабильно все, не знаю. Прям катастрофично, да? Да, спасибо, ребята. работаю. У меня планшет стоит стационарно, так что спасибо большое. Задавайте свои вопросы. новый для меня новый для меня на самом деле формат таких вот трансляций прямого эфира, потому что я на самом деле ужасно стеснительный человек, хотя, наверное, не скажешь так сначала. Вот, я не очень люблю выкладывать свою какую-то личную жизнь, но тем не менее я думаю, что для артиста это очень важно и надо иногда хотя бы демонстрировать себя в таком формате. Спасибо большое, Наташа. Овсяник, я тоже надеюсь, что меня когда-нибудь пригласят. Да, да, и почаще выходить в эфир, это точно. Это точно. Может быть, как-то не очень у меня гладкий получился такой эфир, вы уж меня не бессудьте. Впервые даю в таком режиме интервью, поэтому так, со среднего грудного регистра расскажу. Очень просто. Не надо грузить нижний регистр, и тогда переходные ноты сами с собой сглаживаются. Нужно вообще в принципе подтягивать все к центральному регистру. И тогда будет более-менее ровный звук на всем диапазоне. спасибо, спасибо, Сашенька. Я очень рада. Спасибо, Мария. Да, ну вот по поводу грудного регистра. Повторюсь, да, что нужно просто очень аккуратно относиться к нему бережно, и не грузить нижние ноты, и тогда будет все гораздо лучше. С джойсди донатой я никогда не общалась. Я даже с ней познакомилась, но, к сожалению, мы были в таких условиях, что не было возможности с ней пообщаться. с каким дирижером, с каким дирижером. Вот у меня будет, кажется, в Цюрихе Марко Армельято, с которым я очень давно, да, кажется, он будет у нас в Цюрихе. Мы будем петь Аиду вместе с Вероникой Жуевой в Цюрихе, так что если вдруг кто-то будет в это время где-нибудь поблизости, вас приглашаем. И там будет совершенно потрясающий дирижер Марко Армельято, который просто ангел, и все его очень любят и обожают. Также я, конечно, безусловно, хотела бы попробовать когда-нибудь успеть позатрудничать вместе с Курезисом, но вот, к сожалению, как-то так не складывается мой виртуар, потому что у него более оборочный, я все-таки к сожалению не так в оборочной музыке близка. Так, спасибо большое. Репертуар. Вы знаете, слава Богу, мне очень везло с педагогами своими, что в колледже в Краснодаре, что в консерватории московской. у меня были совершенно замечательные педагоги, которые подбирали мне репертуар максимально подходящий мне и по возрасту, и по голосу, и по развитию на данный момент. Поэтому у меня был такой довольно солидный репертуар, начиная с выпуска, к выпуску из московской консерватории, что мне собственно позволило без труда проходить прослушивание в театре для того, чтобы обрести работу наконец-то. Привет, Татьяна Балабанова. А, вы имеете в виду в начале карьеры уже непосредственно профессионально в театре? Да, в общем, как-то не пришлось мне выбирать. У меня, в общем, были такие предложения, которые, от которых невозможно отказаться. Да, потому что, ну, как я уже сказала, мне довольно трудно петь какой-то колоратурный репертуар или старинную музыку, к которой тоже относится, между прочим, Моцарт. И вот одним из первых серьезных ролей в театре Станиславского у меня была Дарабелла, которой мне было немыслимо тяжело петь. Просто немыслимо. У меня, во-первых, нет такой подвижности голоса. И в тот момент может быть О...